здравствуйте дорогие друзья сейчас мне хочется сообщить вам некоторые наблюдения которые как мне кажется должны вообще менять мировоззрение человечества потому что время такое которое как бы провоцирует нас на то чтобы мы смотрели на мир мистическим взглядом то есть не таким вот рациональным где все рассчитано где все ясно а мистическим и недаром вот в это время хотя в общем это на грани веков обычно бывало но вот сейчас вот двадцать четвертом году мистика вдруг взметнулась на небывалую высоту и никто не может сказать почему именно сейчас во первых давайте вот вспомним что 1924 год это год смерти ленина то есть 1924 а сейчас сто лет прошло да и что-то я не слышал чтобы говорили о 22 апреля как-то ну может быть я пропустил но как-то я не видел такого рьяного желания напомнить что умер вождь пролетариата ладно это так между делом а сейчас вы понимаете вот это все смерти вождей они неспроста происходят и они умирают именно в те точки и рождаются кстати в тех точках где сконцентрированы ключевые числовые закономерности именно числовые я вообще стал склоняться к тому что наш мир он произошел из абертонов из абертонов они как бы феномен такой что из данного тона до какого-то данного тона но вот есть тон определенного протяжения до определенной длительности откуда он взялся это упругая среда которая колеблется и издает звук но струна допустим упругая то что тело которое это делает и здесь можно от источникового начального тона струны услышать призвуки услышать или зафиксировать с помощью приборов которые эти очень тихие призвуки случае за струной конечно будут фиксировать это как бы стопроцентная закономерность которая уже давно изучена и в любой среде училищной музыкально училищной я имею ввиду проходят абертоновый ряд что он из одного единственного тона возникает то есть возникает целая россыпь призвуков которые находятся выше основного тона абертоны считаются с первого основного тона но обычно берется струна и от нее уже исследуется абертоны и мы в училище знали от ноты до большой октавы 16 абертонов но их конечно безмерно больше и они как бы теоретически бесконечны просто услышать уже высокие абертоны невозможно но они как бы на кончике пера вычисляются а первые абертоны они слышны очень ясно и здесь не надо особого чуткого слуха чтобы это найти своим же слухом так ясно да что жизнь возникла из чего как в библии сказано в начале было слово но слово это прежде всего высота слово музыкально слово не может быть вот как у панамаря вот так монотонная и без высоты хотя у панамаря тоже есть высота и он это умеет делать и знает когда высоту менять на въезде так сказать в псалмодию и с ухода из нее это тоже закономерности которые правда выработались в ходе церковной практики но они есть и середине речитируется тон один и тот же вот середине этой структуры который имеет четкую характеристику тоновую то есть в начале было слово но заметьте слово у бога а музыкали на то есть сначала было музыкальное слово то есть начале был тон а значит у этого тона есть и обертоны и обертоны рождают бесконечную гроздь высших тонов ну и сами можете представить что из этого как раз обертонового богатства родилась наша вселенная то есть я считаю что рождение вообще всего сущего произошло из звука ну как библия сказала почему ученые там что-то другое ищет первого взрыв и какие-то свои у них понятия абсолютно не согласуемые с божественными источниками как будто их нет и это как будто какое-то вненаучное что-то а как раз в науке часто находят опору настоящие ученые на библию на древние источники и они нас ведут к правде и здесь не надо пренебрегать святым потому что жрецы когда-то они были прежде всего отличные математики отличные астрономы и все эти знания возникли из передачи их не только из наблюдений только передача может обеспечить функционирование вот этих знаний дальше иначе они заглохнут и никто не будет понимать ни карту звездного неба не важнейшие светилы светила не все то что составляет тайну созвездий недаром они называются по особому каждая и гороскопы строятся на определении именно в рамках определенного участка неба да вот наш традиционный гороскоп из 12 секторов он основан на 12 знаках гороскопических и все это не просто так и все это не просто выдумки или какая-то там мистика которая с наукой ничего общего не имеет нет это все то из чего вышла наука и ученые прошлых веков активно опирались на все эти знания как математический вот этот знаменитый пифагоров опыт с монохордом да из которого он извлекал обертоны и и все остальное касающиеся звездного неба то есть древние имели доказательства что вся жизнь возникала из сложнейших математических отношений которые за какой-то гранью давали уже жизнь вы можете это представить не можете но это не важно важно что переход количество то есть количество звучащих тонов во вселенной которые имеют отношение к опорному тону вселенной да вот представьте он очень низкий бесконечный низкий и потом обертоны делают его в конце концов слышимым и сколько там обертонов уже не те наши училищные обертоны которые исчисляются двумя десятками а бесконечным числом и наконец обертоны можно услышать от основного тона вселенной то есть вот это и родила жизнь то есть жизнь самозародилась из обертона вселенной я бы сказал не из обертона из первого обертона первым обертоном является собственно тон всей вселенной да вот он имеет свой тон а потом по порядочку как это строится в системе обертонов вот ну ладно это небольшая преамбула а теперь мне хочется сказать что я сегодня слышал одну мистическую особу она сделала доклад и ее выкладки хотя я не мог ей до конца поверить потому что кое-какие факты расходились с моими представлениями но все-таки она в системе мистики работает и родилась она именно призванная раскрывать мистику а молодежь сейчас не может так полноценно владеть мистическим знанием как раньше специальные люди соответствующей отрасли то есть той же самой мистики но тем не менее она как бы расшевелила мою фантазию и это все это все привело меня к определенным выводам первый вывод я сделал исходя из имени этой я бы сказал предсказательницы они же как правило занимаются предсказаниями и это больше всего интересует людей но мистики это широчайшая область где затрагивается все с особых позиций которые не согласуются с традиционными научными представлениями или их расширяют и дополняют и так звать эту мистическую я бы сказал девушку она молодая поэтому вот так звучит романтично очень мистическая девушка которая выступила на ютубе Дарья и вот меня сразу заинтересовало имя Дарьи Дарья это Дар Я она сама своим именем говорит что Я Дар то есть людям даются дары мистические через определенных людей специалистов уже мистиков каких мы встретили вот в лице Дарьи да она молодая она еще многое поверхностно представляет и заблуждается в некоторых местах хотя уже пишет Катрен как бы следуя за Нострадамусом и лихо опускает половину человечества что мол она должна погибнуть понимаете вот это все слишком так это броско но не чутко потому что откуда ей известно если судьба половины человечества от ее слов зависит то это слишком серьезно чтобы об этом говорить вслух вот в своих Катренах ты бы и оставила свои догадки а потом кто-то расшифрует и сверит что видела ты и что произошло а так сказать это просто всем в лицо половина из вас погибнет это ну во-первых уже не чутко уже здесь мистик вот этот вот который последних поколений что ли наших молодых ну не последних а именно вот ближайших к нам они не столь не столь глубоки чтобы дать истинные прогнозы тем не менее ее сама тема ее именно ну какое-то следование своему призванию не даром же это написано в ее имени дар я то есть сама Дарья которой она является говорит что она дар все таки но даже дар может быть грубым и ляпать много не того что есть на самом деле ну пока вот с этим вступлением я и закончу рассказ потому что дальше идет очень такой насыщенный материал и это был бы перегруз а пока вот следуйте моему тезису и думайте о нем что жизнь возникла не из первого взрыва как говорят ученые взрыв рождает только хаос вот и все это уже сразу понятно что это глупость несусветная а что жизнь и все вообще сущее родилось из слова слова как сказал господь так и надо трактовать это это очень всеобъемлющее понятие о начале всего ну чтобы опираться на какие-то рациональные данные надо действительно опираться на слово божие потому что слово божие это уже мета наука которая превышает вот этот эмпиризм наших конкретных научных представлений знаний предметов это уже мета и физика и мета астрономия и мета любая другая наука которая вот химия допустим мета химия и там еще будет масса известных вам наук таких как география да это уже мета география и так далее до бесконечности слово мета дает представление о мистическом отделе в рамках данной дисциплины да вот даже вот физика и мета физика и у нас еще советских времен было такое представление нам философы преподаватели так говорили что они обесценивали это понятие метафизики потому что это была задача советской науки скрыть истинное значение слова метафизика это сверхфизика то есть физика которая уже выходит за рамки вот этой примитивной обычной физики и метафизика в рамках философов советского времени это нечто вечное повторение одного и того же и что-то ну такое неконструктивное понимаете ну правильно оно не конструктивное оно не рациональное уже или выходящее далеко за пределы рационального да оно вырастает из рационального но дальше как бы идет дальше которая уже не имеет общего с рациональным вырастая перерастает свой корень так ну ладно значит вот знаете что метафизика это как раз слово слово божие если уж прямо так сказать в нем содержится и может быть и обычные физические законы но они как бы наряду с сверхфизическими то есть метафизическими и это не вовсе какое-то бессмысленное повторение одного и того же крутящиеся до бесконечности как говорили преподаватели в рамках марксистских дисциплин а это очень тонкая наука которая называется божественной наукой или в рамках божественного слова существующей всего доброго дорогие друзья и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует...